Добрый вечер в прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкьозов. Сегодня в Москве глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с генеральным директором компании Фонд развития территорий Константином Цицыным. Главная тема встречи – модернизация ЖКХ и развитие строительной отрасли региона. Республика находится в числе субъектов страны, которые в 2020 году в полном объеме завершили программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилищные условия улучшили 172 человека. Сейчас стартовал следующий этап программы. До 31 декабря 2021 года в Карачаево Черкесии выявлено 40 аварийных многоквартирных домов, где проживают более тысячи человек. В ходе встречи обсудили вопросы модернизации и реконструкции системы и объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень износа. Регионам подана заявка на получение финансовой поддержки для реализации проекта в сфере теплоснабжения поселка Правокубанский. Константин Цыцин отметил, что одним из приоритетных способов реализации программы является строительство нового жилья. Республика активно продвигается в этом направлении и часть новых домов в северном микрорайоне Черкесска будет отдана именно под программу переселения. Сегодня в республику прибыли заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшкина и директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства, Инна Дадаян. Они посетили Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии, а также Центр молодежного и инновационного творчества Черкесска и ознакомились с их деятельностью. Подробнее Алихан Лепшоков. Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии является тем местом, куда могут обратиться представители бизнеса, чтобы получить необходимую консультацию. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова и директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Инна Дадаян ознакомились с работой сотрудников Центра. Буководство Центра подробнее рассказали о оказываемых услугах представителям бизнеса. К первому полугодию работы, то базовая инфраструктура – это, конечно же, гарантийные фонды и микрофинансовые, государственные микрофинансовые организации, которые представлены во всех центрах «Мой бизнес» и город Черкесск не исключение в этом плане. Ну вот итоги первого полугодия по гарантиям, да, это гарантии, которые финансируются за счет федерального и регионального бюджета, порядка 25 гарантий на сумму 55 миллионов рублей и в совокупности это позволило привлечь кредитные ресурсы на сумму 130 миллионов рублей. Помимо этого, гости, председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов посетили Центр молодежного инновационного творчества республиканской столицы. Данная площадка открывает возможности для молодежи Черкеска получить практические навыки по 3D-моделированию, робототехнике и программированию. Находим 3D-модели, всячески проводим над ними разные манипуляции, увеличиваем размер, уставляем плотные заполнения, ну то есть разные вещи, нужные для печати. И потом все это просто загружаем в принтеры. Как оказывается, 3D-печать это абсолютно несложно. Нам очень важно, чтобы дети с пользой проводили время, приобщаясь к творчеству и осваивая новые профессии, отметил председатель правительства Карачаева Черкесии Мурат Аргунов. Сегодня посетили 3D-моделирование, 3D-печать. Это на сегодняшний день один из востребованных направлений, как и в промышленности, как и в жизни, и в робототехнике. Я думаю, это позволит обучить наших детей новым технологиям для того, чтобы оно внедрялось у нас в республики. Также представители центра «Мой бизнес» рассказали гостям о том, какие сферы бизнеса активно развиваются в республике. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева Черкесия. Сегодня в общественной палате Карачаева Черкесии состоялся круглый стол на тему «Выборы 2022. Роль экспертного сопровождения общественного контроля» с участием члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, а также экспертов, представителей общественных организаций и СМИ. Александр Брод отметил, что за последние 4 года общественники республики продвинулись вперед, идет ответственная подготовка наблюдателей. Кроме того, активно проявляет себя экспертный электоральный пул на выборах президента и выборах Госдуму. Выборы проходили открыто, честно, прозрачно. Присутствующие обсудили предстоящие выборы в городские собрания Черкесско-Карачаевска и местного самоуправления. Как раз на выборах гражданское общество проявляет свою активность тем, что участвует в этих выборах как избиратели и как именно общественные контролеры добиваются того, чтобы партии, кандидаты соблюдали законодательные, этические нормы, чтобы четко работали члены комиссии, чтобы грамотно давать оценку информационным потокам. Мы ведь знаем, что за последние годы очень много недостоверной, так называемой, фейковой информации. Кто-то пытается дискредитировать избирательные комиссии, институт общественного наблюдения. Поэтому как раз общественники должны проверять информацию. На мой взгляд, вот такой формат участия именно представителей гражданского общества в наблюдении является надежной гарантией прозрачности выборов. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, порывы до 11-14. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днём 26-31 градусов тепла. И местами до плюс 25. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10, температура ночью 13-15, днём 28-30 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория 0+. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8, 938, 333, 92, 0. Народный артист России Юрий Куклачёв и его потрясающие кошки. 17 июля, Черкесск, Зелёный остров, Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в АСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Секретарь Карачаева-Черкесского регионального отделения Единой России, спикер парламента Республики Александр Иванов, награждён Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Государственную награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Отметим, что Орденом Дружбы награждаются граждане России и других государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, а также за вклад в социально-экономическое развитие страны и её регионов, многолетнюю профессиональную добросовестную работу и иные заслуги. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Александра Иванова с высокой наградой и отметил, что он человек-созидатель, патриот, искренне преданный родной республике и своей стране. Свой профессиональный праздник в июле традиционно отмечают работники почтовой связи России. Поздравительные адреса, благодарственные письма и грамоты за многолетний добросовестный труд от федерального руководства и республиканского правительства получили и почтовики Карачаева-Черкесии, о празднике тех, чья профессия связывает не только огромные расстояния, но и миллионы людей, в материале Ахмата Халкечева. Поздравить почтовиков с профессиональным праздником пришли представители смежных сфер и редакторы республиканских газет. Отличившихся работников почтовой связи почётными грамотами от правительства и парламента республики отметили первый заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, Ислам Хубиев и рукователь комитета народного собрания Алексей Ганшин. Это действительно героическая профессия. Если посмотреть в историю этой профессии, то мы увидим, что они всегда рыли на передовой. И сегодня у вас работа тяжёлая, может быть, не до конца оценена, нами в том числе. В вашей работе, вот как и в его педагогической работе, нельзя быть чёрственной душой, потому что, ну, по-другому нельзя. Вы должны нести тепло, помимо корреспонденции, тепло и радость людям. С праздником вам! Здоровья, благополучия ваших семьях! Всего самого доброго! Именно от качества работы почты зависит характер и прочность нашей связи со своим читателем, отметили в своих поздравлениях присутствовавшие на торжестве редактора республиканских газет. Также руководители печатных СМИ материально подчерили работников отделений почтовой связи, в которых их издания получили наибольшее распространение. Я всегда говорил и продолжаю говорить. Мы будем выпускать в Нью-Йорк Таймс, российскую газету, Вашингтон-Пост, но если эта газета не дойдёт до читателя, то наши усилия просто бесполезны. С почтой коллеги тоже говорили, что мы и ругаемся, и ссоримся, и миримся. На самом деле мы живём в СМИУ, мы друг без друга не можем. Это нужно тоже понимать всем. Мы благодарны Вам за эту работу, кропотливую, с населением работать тяжело, ежедневную, в любую погоду, за Вашу работу. Предваряя церемонию награждения ведомственными грамотами, директор Карачаево-Черкесского филиала Почты России Ахмад Лайпанов обратился к коллективу со словами искренней благодарности. Он отметил, что в нашем регионе немало населённых пунктов, где единственным окном с внешним миром является отделение почты. Мы вхожи в каждый дом, мы вхожи в каждый населённый пункт, труднодоступные населённые пункты. Там хияра, шкау, вот даже если в нашу республику, да, приносят радостные вести. Дай Бог, чтобы эти радостные вести, наши работники, чтобы приносили всё время радость. Нашим многоуважаемым гостям огромное спасибо, что они каждый раз и грамотами, и призами, и всем вот нас всё время радуют. Огромная благодарность правительству. С праздником, с Днём Российской Почты. Акма Калкечев, Роберт Дегутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Молодёжь Карачаева, Черкесия прошла обучение по основам социального проектирования. В Качагу имени Умар-Алеева прошёл оригинальный этап федеральной программы «Пространство развития», направленный на вовлечение молодых людей в социальное развитие территорий, малых городов и поселений через создание проектных команд. Мероприятие было организовано Российским союзом молодёжи при поддержке Министерства по делам молодёжи Карачаева-Черкесии. Подробнее Алихан Лепшоков. В течение трёх дней более 40 представителей активной молодёжи Карачаева-Черкесии проходили обучение основам социального проектирования. Данная федеральная программа «Пространство развития» позволит молодым людям реализовать свои идеи в тех или иных направлениях. Организаторы, представители Российского союза молодёжи объяснили молодым людям, как можно грамотно оформить свой проект и представить членам экспертного жюри. Актуальность и важность программы «Пространство развития» заключаются в возможности реализовать свои социальные инициативы и сделать мир своего города, своего поселения, своего института, колледжа лучше. И мы им дали некие инструменты для того, чтобы они справились с теми задачами, которые они перед собой поставили. Я очень надеюсь, что у них получится сделать всё, что они запланировали. Также в рамках реализации образовательной программы Российского союза молодёжи прошла и встреча с креативным копирайтером Русланом Фьяктистовым. Он рассказал членам проектных команд, что такое копирайтинг, как находить идеи для развития контента в соцсетях. Спикер рассказал о своём онлайн-курсе для развития действующих представителей копирайтинга и подготовки новичков, которые стремятся в эту профессию. Соцсети плотно живут в нашей жизни и никуда не денутся. Они будут, может быть, трансформироваться, меняться, появляться новые, старые, уходить или что-то такое. Но это как бы уже неотъемлемая часть нашей жизни. И что главное, что с помощью этой части жизни можно зарабатывать денежку. Либо зарабатывать денежку, либо продвигать свои собственные какие-то идеи, становиться самому популярным или что-то ещё. Поэтому просто неправильно было бы отрицать существование этого инструмента. И неправильно было бы вообще с ним никак не знакомиться, не изучать, а просто где-то сбоку от него находиться. В финальном этапе образовательной программы участники выступили с защитой своих проектов. Ребята постарались затронуть всевозможные области жизни их региона. Эксперты оценили такие проекты, как театральная студия, модернизация национальных костюмов, объединение студенческих СМИ, вузов СКФО и многое другое. Исследовав истории национальных костюмов и тенденции современной моды, мы решили модернизировать национальные костюмы в современный лад, при этом сохранив особенности национального костюма. В итоге члены экспертного жюри определили победителей. Первое место заняла команда Кычагу и их проект по развитию ораторского искусства. На втором месте команда из Индустриального колледжа Черкеска. Проект модернизации национальной одежды. И на третьем команда Медицинского колледжа Черкеска с проектом, направленный на пропаганду здорового образа жизни. Все победители и призёры были отмечены сертификатами и ценными призами. Алихалип Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас программа «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. Всего доброго.